всем привет на связи эти дистректе да вот я снова вернулся на просторы ютуба все дело в том что давно не было видео это связано с тем что в общем я старту стартую я запускаю свой собственный стартап и поэтому сейчас сейчас если честно не да не дают туба не давить не до съемок не до съемок видео но об этом я расскажу в отдельном ролике сегодня я хотел бы вам показать как всего лишь за 30 минут вы сможете стартануть или ну и запустить свой собственный но небольшой интернет-магазин но все же вы его сможете запустить полноценный с корзиной с категориями с каталогом до с оформлением все на нее можно будет сделать недавно выходил как недавно последний в одном из последних моих роликах был я делал то подборку и запускал голосование многие выбрали тему или для следующего интенсива ну в общем я начал разбирать эту тему и понял что на самом деле она настолько проста что даже не стоит по ней записывать какой-то полноценный и курс с разбором всех мелочей об все можно сделать намного проще просто показав вам все в это в одном видео и так мы начинаем и так как либо любое создание сайта начинается с домена и хостинга если у вас есть домены хостинг и установлена на ней система wordpress то просто перемотайте свое видео тайм-код будет в описании так что перематывайте сразу на установку темы я вам покажу сейчас кто не знает как установить как сделать домены хостинг а если вы хотите научиться создавать полноценный интернет-магазин и во всех нюансах современный классным дизайном то можете пройти мой закрытый курс wordpress эволюция 20 там сейчас скидочка он стоит всего лишь 700 рублей и при покупке его вы пока получаете второй курс по редактированию шаблонного дизайна wordpress всего лишь навсего за 300 рублей раньше эти курсы стоили каждый по 2000 рублей ссылка на эти курсы будет в описании итак а мы начинаем для начала мы должны с вами установить домены хостинг я пользуюсь своим любимым сервисом вернее сходя своим любимым хостинг провайдером это американская компания в общем в общем сначала нам нужно создать домен или субдомен то есть это адрес сайта на котором будет раз ну собственно располагаться ваш сайт создание домена и хостинга зависит от конкретной ход конкретной хостинг компании здесь на интер сервере просто это не реклама никакая даже не буду не вставлять никакую ссылку реферальную просто загуглите интер сервер и вам выдаст ну или ссылка в описании на обычная обычная ссылка будет в описании там на этот хостинг в общем у меня есть уже тут домен да но я буду создавать на субдомене переходим в субдомены и давайте я создам сайт например и ком ну и коммер чего не такое то и крис кликаем по кнопке крей для создания субдомена все субдомен создал теперь мы переходим на главную страницу сюда и переходим вот в список приложений вот она wordpress заходим во wordpress install выбираем здесь и коммерц вот он это под под домен убирал удаляем wordpress да и здесь мы вводим например и коммерц здесь тоже коммерц но это не столько важно можно вообще-то не менять админ логин админ остается вводим пароль создаем вводим название почты сразу лучше сразу устанавливать правильную почту чтобы потом не пришлось нас это перенастраивать и если такая перенастройка происходит не всегда получается это сделать корректно интерфейс русский выбираем язык спускаемся install устанавливаем происходит установка wordpress на наш субдомен если вы не знаете что кодами на субдомены то можете написать мне я пришлю вам видеть ссылку на мой видео где я подробно все разбираю все она пришла ссылка вообще вышло сообщение о том что wordpress корректно установлен и вот ссылка ссылка есть на нашу консоли редактирования кликаем по ссылке теперь все открылась наша консоли редактирования теперь что первую очередь нужно сделать в первую очередь нужно установить тему оформления внешний вид темы тема надо на оформлении у нас будет или как многие за не за эту тему проголосовали кликаем добавить и здесь вводим или установить устанавливается тема оформления активировать тема активируется все тема активно давайте перейдем на сайт и посмотрим что тема посмотрим на то как тема что тема активно видите она активно но не настроена теперь будет небольшая хитрость дело в том что эта тема поддерживает функционал загрузки стандартных настроек темы оформления как у демо версии для этого мы кликаем вот здесь установка необходимых плагинов которые предлагает нам данная тема уже по умолчанию кликаем вот по этой ссылке видите вышли все плагины необходимы выделяем эти все плагины и выбираем действия install то есть установить и кликаем по кнопке применить и ожидаем теперь допустим мы можешь вам не все эти плагины будут нужны но потом вы сможете их удалить но для корректной закачки стандартного функционала стандартного демо контента нам нужно установить все эти плагины так все установилось видите вот должна выйти вот такая надпись в озере вернуться в список река рекомендуемых плагинов установки за вот приходим сюда все опять выделяем и выбираем и выбираем активировать и применить все отлично возвращаемся в панель в канал на главную страницу консоли редактирования кликнул вот сюда теперь теперь нам нужно задавать и зайдем в плагины установлены вот смотрите тут появится у вас такая ссылочка нам предлагается установить нас сделал нас сделать настройку в коммерции кликаем кликаем да пожалуйста сейчас пройти установку обязательно через этого мастера проходите потому что ну иначе у вас некорректно все все настройки установятся по именно в плане не станет создать сама и создаться страница с каталогом корзины оформления заказа и вот этого всего так смотрите нас обновилась панель мастера настройки в коммерции все что нужно сделать это за заполнить вот эти поля то есть адрес регион ну допустим здесь выбираем россия я хоть и выбирал там русскую версию ну что мне английская или может не выбирал я же не помню россия и давайте вот так вот все у меня автозаполнением то есть индекс города страна и адрес и кликаем по кнопке еще раз по кнопке выбираем что мы будем продавать здесь выбираем физические продукты то есть физический товар продолжаем мы говорим что товаром будет больше чем 1000 что мы не продаем больше нигде кроме wordpress они планируем отбиваем вот эти все маркеры потому что они не нужны континю и вот голубь соглашаемся что мы хотим продолжить с этой темой или они выбирать другую не вы а не будем выбирать никакую другую тему кликаем сюда нет спасибо кликаем закрываем это окно и давайте нам нужно значит во внешний вид давайте перейдем в консоль на главный консоль и здесь значит нам внешний вид импорт демо дата вот вкладка внешний вид и нам нужна ссылка импорт демо дата кликаем сюда и давайте кликаем импортировать контент и так как вы видите наша тема установилась давайте перейдем на сайт и посмотрим пожалуйста смотрите все настройки импортировались сейчас я выведу почти все сейчас я вам выведу на главную я вывел на вкладку демо демо сайт который предлагает нам разработчик и давайте посмотрим что нам нужно осталось делать смотрите меню нужно что вам но осталось делать во первых вы должны загрузить свой логотип с при при как бы присоединить создать свое навигационное меню то есть вы создадите главное каталог с разбивкой по категориям товаров там о магазине до доставка и оплата можно контакты сделать и вот такие вещи сделать это у да это вы вызов вызов корзины так далее что вам нужно сделать вам нужно поставить слайдер выбой вы должны будете использовать smart слайдер так давайте сначала для настройки этой главной страницы она сделана в элементар вот редактировать в элементар наверху кликайте и ссылка редактировать в элементах на консоли и ссылка выше будет открываться панель редактирование элементар и тут смотрите сверху вот здесь вот сюда вы положите да и вот сюда откроете и вот да вы мост вы видите smart слайдер вы вы установите плагин если он не установился я не помню smart слайдер 2 там вы создадите слайдер и и подгрузить ее в эту в эту консоль слайдер в общем в общем я хотел вам показать что все это сделано в главная страница сделано в на реконструкторе элементар возвращаемся на сайт смотрите здесь также это все в элементар вы ставите короче говоря сюда вы ставите преимущество здесь и дальше идет перечень товаров перечень товаров делается осознанного как бы вы выдается здесь тоже виде шорт-кода время в элементах давайте заново опять в его элементар перейду просто это не я поставался в панели элемента но это не наглядно вот вот этот виджет видите сюда заходим short код в общем видите тут как и тут определенные популярные товары до выходятся виде шорт-кода если вам нужно в шорт-коде высветить определенную категорию товарами дата вы здесь лимит 8 максимум товаров колумбс 444 получается в четыре столбца вы отображаете и и тогда вот этот эти шорт-код вот эти эту часто кода меняете удаляете до вместо него вводите категории получается равно ставите и в кавычках название категории так такая на том языке на котором она у вас заведена на сайте то есть дословно вставлю вписывайтесь в кавычках к название категории и она будет здесь отображаться дальше идет настройка у нас получается отзывов да и дальше сейчас я выйду опять не чтобы ненаглядно видите показано и дальше у нас идет отзывы да опять идет область товарами также здесь можете другую категорию да допустим если вас магазин обуви здесь кеда здесь кроссовки через шорт-коды подгружаете но это все опять же можно загуглить но я вам принципе показа рассказал как вставлять правильный товар просто можно загуглить я вот сам узнал об этом недавно вставка товаров через book commerce через шорт-коды просто загуглил там буквально 3 ссылка была уже с ответом да и вот тут у нас ошибка выходит не все не все виджеты до подгружены вот здесь виджет этот виджет выгружает фото с инстаграма опять же видите ошибка заходите в элемент в этот виджет и вставляете подключайте свой инстаграм с подключайте свой инстаграм и он у вас отображается да можете не инстаграм можете вместо этого вид на укуп можете вместо этого на элементар использовать либо либо обычную галерею либо что-то еще я рассылкам сюда подсоединяйте форму через ну лучше vp ford подсоединить как это все сделать это уже у меня есть об этом видео на канале и в общем вот так вот вы даредактируете главную страницу потом также ревода редактируете допустим давайте зайдем о магазине до страницы она тоже в элементар по сделано видите также и так каждую страницу вы редактируете просто заменяя контент от контент определенный на свой контент так если вы не знаете как создавать формы как настроить каталог с товарами как это все делать то если вам нужно прямо допустим к самая крутая информация например такая информация как как правильно создавать фильтры по которыми будете фильтровать товары допустим у вас справа будет колонка вас одежда да у вас колонка с размерами с цветами еще с чем-то и вы клиент у вас устанавливает галочки специальных чекбоксов у вас фильтруется товар по специально заведенным атрибутом если вот выданным прям крутые фишки хотите знать то я вам советую пройти свой мой курс wordpress революция версия 20 там я бы я все все в мелочах рассказываю по полка по каждому уроку как что что там пом в районе 40 уроков как правильно все это раскидать на сайт на своем сайте интернет-магазине но если вы не хотите платный последний с программу то вы можете пройти по спройти мою бесплатную программу которая выходилась выходила в июне прошлого года и нули вот выходила программа буквально в этом году ну то есть вы можете по плейлистам посмотреть или даже на сайт акидистик зайти там есть страница курса и по курсам посмотреть когда какой курс выходил и там принципе в каждом курсе я показываю как это сделать да но уже без фильтров о том как правильно создать карточку товара как сделать форму как разместить социальные сети как сделать навигационную карту местонахождение вашего магазина то есть все аспекты которые нужны для интернет-магазина вы там найдете так про то и даже о том как с элемента работать в этом найдете в общем вам нужно заменить контент вы просто должны заменить контент и по факту у вас будет собственный интернет-магазин там с первоначальным ассортиментом в 30 товаров эти 30 товаров там заводится буквально там очень быстро но по факту вот смотрите вы просто устанавливаете тему оформления загружаете настройки и у вас есть уже интернет-магазин да вам остается там поменять контент загрузить свои товары и настроить настроить функционал интернет-магазина избранные товары товары доставка и оплата и многие и принципе а и настройки настроить поле поля формы и вас все магазин готов и вас уверяю вы очень быстро это сделаете и теперь я вам хочу показать еще один нюанс который вам нужно будет сделать сразу же после того как вы загрузите после того как вы загрузите демо демо контент этой темы оформления смотрите переходим страницы все страницы видите страницей продублировались то есть вот загруженные страницы с контентом и наши изначальные страницы что вам нужно сделать вам нужно просто удалить смотрите вот эти все где серые приписки сделаны да эти страницу не удаляете удаляйте оригинал их продублированы которые где нет этих серых при приписок и просто удаляйте можете чтобы ничего не сбить вообще ничего из этого не удаля ну допустим вот а можно обязательно устал вот этот simple page удалить точно можно удалить шопы есть шоп да у нас есть шоп но у нас есть и страница магазина уже магазин поэтому можно удалить на shopping cart можно удалить term conditions можно принципе удалить ордер можно удалить check out можно удалить аккаунт можно удалить вот смотрите давайте вот это все удалим и вот поменьше уже давайте посмотрим что это за страница ну это можете оставить но это принципе с настройками можно также удалить но опять же вы удалите они все в корзину пойдет можно восстановить оформление заказа мой аккаунт магазин корзина политика конфиденциальности главная страница галерея контакт ну давайте попробуем перейти на сайт и посмотрим но опять же вот это есть консоль в общем так у дела стоит давайте сейчас вам еще хочу покажу переходим магазин и вот смотрите фильтры но вернее это категории поиск товаров до идет метки есть фильтрация по ценам трогать но стандартный фильтр стоят не крутые которые я использую wordpress революции 20 на курсе своем обычный стандартный и в общем можете баннеры тут все загрузить но опять же все настройки я показываю сюда как это как это можно сделать все сейчас еще покажу одну штуку по которому я мне не нравится эта тема оформления мне не нравится как сделано вот эта вкладка ведь в обычном магазине который мы делаем вкладки всегда вряд стоят а тут видите они вертикально стоят и вот это мне и не нравится видите но так вот открывает детали мне мне кажется это не очень удобно то поэтому я и как бы я бы не выбрал под магазин в принципе для небольшого магазина он идеально подходит для косметики опять же для может кому-то нравится поэтому но мне честно вот мне кажется от этого очень удобная тема оформления но вы все просили меня показать разбор этой тема оформления я вам решил показать такой реактивный быстрый способ как можно настроить эти дату тему оформления за 30 минут опять же есть опять же есть также это панель настроить в которой принципе можете посмотреть там полазить в фи факт в том что вы просто устанавливаете тема оформления и загружаете настройки а потом уже редактируете контент вот и все потом наполняете магазин вот принципе и настройкам этого интернет-магазина на этом завершена в без что чтобы у нас будет ближайшем будущем ближайшем будущем я планирую через месяц буквально выпустить и планируется новый курс я его сделал на теме оформления edge store там будет символическая стоимость участия рядом рублей 500 он будет стоить но так по копейке будет стоить также планируется выход фильма где я просмотрю противостояние сайтов и мобильных приложений и вообще мы разберем стоит ли их сравнивать друг другом и как они могут из могут помочь бизнесу и возможно для кого-то я открою уникальную возможность мобильных приложений как главного помощника в оффлайн бизнесу то есть не онлайн бизнес у которой в интернете оффлайн бизнесу который находится фактически на земле находится фактически на каком-то мы на примере разберем на примере то тоже допустим можем разобрать на примере пекарни Которая находится в каком-то спальном районе У которого там 150 человек клиентов Постоянных Я вам покажу как с помощью этого мобильного приложения Можно круто увеличить Увеличить качество обслуживания клиентов Сделать так, чтобы вас узнавали люди во всем городе Опять же, это к любому бизнесу можно быть применимо Также я расскажу Я дам пошаговый план для всех андроид разработчиков Что изучать, зачем И возможно сделаю еще видео о том Вообще нужны ли курсы по программированию Для того, чтобы научиться программировать Если все эти темы вам интересны То пишите Пишите в комментариях об этом И вообще еще выйдет скоро видео о том Где я расскажу, что будет вообще в ближайшее время на канале Опять же, ну все особо времени сейчас нету снимать видео Потому что один стартап свой заканчиваю Там его вылизываю, да И передаю уже для публика На публикацию в Play Market Там просто, в принципе, она готова уже Там осталось сейчас делать глобальную версию Поэтому чуть-чуть там переделать под русскоязычную версию Так как она будет на мир весить И на русский язык На русскоязычное пространство И сейчас для бизнеса еще новый стартап свой запускаю И поэтому времени совсем вообще честно не было Плюс сейчас еще с английским языком занимаюсь преподавателем Поэтому, ну особо времени не было записывать видео Но так как обещал поэли сделать Ну в общем такой вот разбор получился Так что можно ли создать интернет-магазин за полчаса? Да, безусловно, можно его создать На этой теме оформления это реализуемо Так как контент может быть весь загружен На сегодня у меня все До встречи на волнах наших эфиров Всем пока!